Здравствуйте! В эфире программа «День республики» в студии Айна Басхаева и вот о чем расскажем в сегодняшнем выпуске. Народному поэту Калмыкии посвящается. В Элисте открыли памятник Давиду Никитичу Кугультинову. Сложившаяся ситуация в мире открывает новые возможности. Предприниматели рассказали о перспективах развития. И успехи калмыцких спортсменов наши борцы завоевали медали на всероссийских соревнованиях. Глава Калмыкии посетил республиканский комплексный центр социального обеспечения населения и встретился с его работниками. Батухасиков подчеркнул, что для повышения качества социальной работы сотрудникам необходимо новые помещения. Нынешнее здание 1962 года постройки обветшало и не соответствует требованиям СанПИН. Глава региона также поблагодарил и получателей социальных услуг за обратную связь и позитив. После встречи Батухасиков и представители Министерства социального развития, труда и занятости республики проверили ход строительства нового здания центра. Данный объект возводится в рамках индивидуальной программы социально-экономического развития республики Калмыкия. На его строительство выделено 228 миллионов рублей. В новом здании предусмотрены все современные условия для досуга и активного отдыха. Также одним из нововведений в деятельности центра будет создание отделения дневного пребывания для пожилых людей с инвалидностью. Решение президента Владимира Путина провести спецоперацию в интересах защиты русского народа, русского населения и рубежей России. С этим загласны многие общественники. Считаю, что любой маломайски разумный, способный к рациональному и критическому мышлению человек, который поднимет голову и посмотрит по сторонам, однозначно согласится с тем, что наш верховный главнокомандующий, президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, принял очень непростое, сложнейшее, но при этом вынужденное и единственное правильное решение. Выражаю свою поддержку действиям нашего верховного главнокомандующего. Ребятам, которые выполняют свой воинский долг на Украине сейчас, желаю как можно быстрее выполнить поставленные боевые задачи и как можно скорее вернуться домой живыми и здоровыми. Мы много слышим различного рода информации. И, безусловно, как человек, который сегодня болеет за судьбу нашей страны, нашей республики, нашего города, я не могу не быть в стороне. И, конечно, поддерживаю ту задачу, которую ставит перед собой, перед страной президент нашей страны, проводя вот такую специальную операцию. Безусловно, конечно, мы все за мир, мы все понимаем, что если нарастать будет напряженность в соседнем государстве, то это, конечно, последствия большие для нашей страны. Поэтому президент принял такое решение, и мы, как жители, как граждане Российской Федерации, безусловно, поддерживаем его в этом решении. Калмыцкое региональное отделение Всероссийской общественной организации «Боевое братство» поддерживает Владимира Владимировича Путина, то, что приняло решение ввода вооруженных сил на территорию Украины. Так как там фашисты подняли голову, надо было это сделать давно. Там они как бы уничтожают мирных жителей Донбасса. Я в 2014 году был, видел это, ездил с гуманитарной помощью, видел это все, что там творится. И я думаю, что правильно решение приняли. На протяжении восьми лет на Украине росли националистические настроения, а в Донбассе целенаправленно уничтожали мирных граждан. Россия имеет полное право взять на себя их защиту, считают жители Калмыкии. Молодец он, что решился. Надо, чтобы все вместе дружно, мирно были. Ну, конечно, поддерживаем. Правильно все сделали. Правильно началась эта спецоперация заранее. А то они напали бы на нас. Ну да, быстрее все закончилось, конечно. Пришли к компромиссу. Надо помощь ему, помощь. Помогать ему надо. Со всех сторон, чтобы. Не то, что именно. Он это хорошо делает. В листе состоялось открытие памятника народному поэту Калмыкии Давиду Никитичу Кугультинову. Глава республики Батухасиков принял участие в торжественном мероприятии и поделился, что считает Давида Никитича большим философом, человеком, который повидал жизнь в разных ее проявлениях. Руководитель региона поблагодарил автора скульптуры Салавата Щербакова, а также всех причастных к созданию и установке памятника. Он также выразил уверенность, что жители и гости Калмыкии, прогуливаясь по Пушкинскому скверу, будут не только любоваться памятником, но и получать здесь вдохновение, думать о высоком и настраиваться на созидание. Для меня, как для главы республики, было принципиально важно отметить его юбилей чем-то особенным. И благодаря решению, инициативе нашего совета старейшин, во главе с Паштановым, вернее, Лежевичем, который сегодня присутствует здесь, было принято решение создать памятник Давиду Никитичу Кугультинову. В общем, это место было определено ранее. Безусловно, оно нуждается в особом внимании, и мы приложим все усилия для того, чтобы это место благоухало, чтобы жители Листы, жители Калмыкии, гости Калмыкии могли находиться здесь, могли получать вдохновение, думать о высоком, настраиваться на созидание. Это наш герой, герой нашего дня Давид Никитичу Кугультинову. Сегодня 100 лет, именно в этот день, именно 13 марта, в день 100-летия со дня рождения великого поэта Давиду Никитичу Кугультина, нашего земляка, сегодня прошли ряд очень важных, значимых мероприятий. И мы говорим о нашем Давиде Никитиче Кугультинове как о философе, мы говорим о нем как великом поэте, который сумел вокруг себя объединить многие народы, представителям многих народов, многих субъектов Российской Федерации, потому что когда мы говорим о величии человека, это действительно Давид Никитич тому яркое подтверждение. Мне тоже посчастливилось жить в одно время с Давидом Никитичем, часто я его встречал, знаю, где он жил. Я рад, что все вовремя сделано, все вовремя, в нужном месте, все стоялось. Обещали в этом году сделать, организовать эту площадь. Спасибо, конечно, Бату Сергеевичу, что он очень хорошо постарался, что прям на день рождения открыли памятник. Это, конечно, уникальный случай, и я думаю, что работы много было. В Национальном драматическом театре имени Басангова прошел брифинг, посвященный юбилею Кугультинова. Спикерами были гости республики Ингушетии, Астраханской области, Чеченской республики, Ставропольского края и республики Калмыкия. Среди приглашенных присутствовали и те, кто был лично знаком с мэтром калмыцкой поэзии. Они посвящали ему свои произведения, читали его стихи на разных языках и говорили о творчестве выдающегося деятеля. Дэд Никищич – это вершина калмыцкой советской поэзии. Дело в том, что у государства нашего были тогда иные ценности, все, и им приходилось соответствовать им. Но при этом он оставался философом. Его стихи вот эти «Никто не помнит своего рождения, никто не вспомнит свои последние часы». То есть он умел, находясь в этой системе, говорить то, что нужно людям, поднимать вечные ценности. И всегда, сколько мы ездили, выступали, все. Был неоднозначной личностью, как все творческие люди. Деятельности «Жизненный путь» многогранной личности Кугультинова отображены на выставке, которая разместилась в холле драм-театра. Множество фотографий, личные дела, архивные документы и материалы органично вписались в атмосферу знаменательного события. На фотографиях жителей и гостей столицы или созрели важные вехи в жизни Давида Никитича. Мы приехали из республики Ингушетия по приглашению на такой замечательный праздник, на юбилей выдающегося калмыцкого поэта Давида Кугультинова. Организация просто чудесная. С творчеством поэта я знаком относительно недавно, но познакомившись с ним и почитаю его стихотворения, стихи, я только убедился в том, что он заслуженно является народным поэтом калмыкии. К другим темам назначения Шафрана Типшинова на должность главы администрации Элисты прокомментировал председатель Совета Старейшин Эрне Пашнанов. Напомню, кандидатуру Типшинова утвердили по результатам открытого голосования депутата Фалестинского городского собрания. Тот опыт, который накопан Шафраном Григорьевичем в городе Войграде, думаю, что ему он поможет по постройству и нашей столицы, потому что столица наша нуждается в том, чтобы она развивалась, просветала, просветала. И здесь, конечно, нужны хозяйские руки. И несомненно, я думаю, что опыт Шафрана Григорьевича пригодится. Конечно, ему хотелось пожелать успехов на этом трудном поприще. И пожелать, чтобы он больше встречался с горожанами, общался с ними, руку держал на пульсе. Наложенные западными странами санкции создают комфортные условия для отечественных производителей, в том числе и калмыцких. Глава КФХ Евгений Хичиев отмечает, сложившаяся ситуация дает возможность расширить рынок сбыта. Калмыцким брендам мраморное мясо интересуются не только покупатели из соседних регионов, но и Москвы и Санкт-Петербурга. Фермеры утверждают, что спрос на мясо был, есть и будет всегда. Поэтому животноводство в Калмыкии – это отличный способ для успешного ведения бизнеса. С реализацией нашего, так сказать, мраморного говядины нет проблем вообще. Потому что желающих купить говядину на сегодняшний день очень много. По словам Хичиева, производство мяса ведется без применения импортного составляющего. На посевных площадях работает отечественная техника, хозяйство само обеспечивает себя сеном, зерном для переработки в комбикорм. Более того, Хичиев уже летом готовится расширить свое производство. В планах производить творог, сметану, молоко, яйца и сыр. Также площади предприятия позволяют коптить мясо. На сегодняшний день наши фермеры, животноводы, растеневоды, они доказывают, что на земле и в степи можно заработать, жить и нормально содержать свою семью. В Черкесске состоялся всероссийский турнир по самбо, посвященный памяти депутата Народного собрания, чемпиона мира по самбо Мухаммеда Кунижева. В состязании участвовали спортсмены в возрасте до 16 лет из 11 регионов. Помимо представителей СКФО, побороться за награды приехали спортсмены из республик Адыгея, Калмыкия, Краснодарского края, Самарской и Саратовской областей. В результате наши борцы, воспитанники Республиканской спортивной школы Олимпийского резерва имени Балдашинова, стали призерами в разных весовых категориях. Золотые медали завоевали Санал Циденов и Асим Алиев. Второе место у Алдара Бамбышева и бронза у Чингиза Шагалди, Бориса Ульцинова и Араша Бамбаева. Все они продемонстрировали отличную техническую и физическую подготовку. Победители турнира получили путевку на первенство России, которое пройдет в Симферополе в сентябре этого года. И еще об успехах наших спортсменов. В Краснодарском крае состоялось первенство ЮФО под Хэквондо среди юниоров и юниорок до 21 года. Степной регион представляли спортсмены и тренеры Федерации Хэквондо Республики Калмыкия и Республиканской комплексной школы Олимпийского резерва. Так, Геляна Мангаева стала победителем первенства ЮФО, а Наран Манжиев завоевал бронзу. И последнее, 15 марта, частично в Волесте отключат воду, вылиста водоканал, будут производиться плановые работы по подключению к водопроводной сети диаметром 500 мм по улице Клыково. В этом районе воды не будет с 9 утра до 5 вечера. Выпуски новостей, а также другие передачи нашего телеканала смотрите в цифровом вещании канала ОТР, на 21-й кнопке в IPTV зеленой точки РУСТЕЛЕКОМА и на официальных аккаунтах во ВКонтакте и Телеграм. На этом у меня все. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин